Американ Игл Спящий лагерь В фильме снимались Майк Келлен, Кэтрин Ками, Пол Де Анджело, Джонатан Тирстон, Фелиса Роуз, Кэрин Филдс, Кристофер Коллетт и другие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продюсеры Мишель Татасиан и Джерри Сильва Композитор Эдвард Биллоус Оператор Бенджамин Дэвис Автор сценария и режиссер Роберт Хилцик Продается лагерь Аравак Отвяжись! Папа, скажи Анджеле, чтобы оставила меня в покое. Ты сам начал. Неправда, правда. Неправда. Тихо. Хватит ругаться. Это она! Классная лодка. Можно мне на такое покататься? Может, через пару лет, если мы такую купим. Мы поедем летом в лагерь? Я думаю, там есть моторки. Ну, не знаю. Молодец, Лора! Хорошо едешь. Когда мы остановимся? Крэг, можно я прокачу ее вокруг? Мариана, ты же знаешь, нам нельзя. Не будь занудой. Я умею управлять моторками. У моего отца была вдвое больше. А твой отец даст мне работу, если меня уволят? Выше нос. Тут нас никто не видит. Что? Думаете, это смешно? Маленькие проказники. Крэг, ну пожалуйста. Ладно. Супер! Но недолго. И не слишком быстро. Договорились? Джон, скоро приедет док. Джон, уже половина третьего. Она скоро будет здесь. Давайте, ребятки, сюда едет доктор Томас. Поторопимся. Тетя Марта? А Рикки приедет? Нет, он уехал на выходные к отцу. Ты стоишь, словно едешь с горки. Отклонись назад. Впереди лодка. Что она говорит? Не знаю. Впереди лодка. Похоже... Черт, поворачивай, поворачивай. Поворачивай. Мы в них врежемся. Мы в них врежемся. Да нет. Джон. 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 Господи, кто-нибудь, помогите. Вытащите их. Боже. Мы в них врезались. Боже, кто-нибудь, помогите. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите. Они умрут под лодкой. Помогите, пожалуйста. Помогите им. О, Боже. Боже! Помогите! Помогите им! Помогите им! Восемь лет спустя. Дорогие, быстрее мы опаздываем на автобус. О, нет. Так они никогда не выйдут. Ричард, Анжела! Вот вы где. Смотрите, что я сделала. Я собрала ваши вещи для поездки в лагерь. Вы довольны? Чипсы есть? Конечно, целая сумка. Кажется, я их покупала. Не помню. Анжела, моя маленькая девочка, ты чего-нибудь хочешь? Мама, нам пора. Опаздываем. Конечно, дорогой. Мы же не хотим, чтобы автобус уехал без нас. Это было бы не кстати. Пошли, детки. Нам пора ехать. Что еще? Кажется, я что-то забыла. Что же это? Вспомнила. Я знала, что я забуду. Все время себе напоминала. Я даже намотала на палец нитку, чтобы не забыть. И я вспомнила. Предусмотрительность никогда не помешает. Ты никогда не помешает. Ну так что это? Минутку. Сейчас я вернусь. Опять мамины шуточки. Вот они. Заполнены и подписаны. Вашей мамочкой. Что это? Медицинские справки. В лагерь нельзя ехать без справок. Только никому не говорите, как вы их получили. Но... Нет, все равно никто ничего не докажет. Даже если и знают, что я врач. Не волнуйся, я никому не скажу. О, ты такой милый. А теперь идите. Пока, мама. Пока, мой ангел. Надеюсь, ты хорошо проведешь время. Так и будет. Заботься о моей маленькой девочке, Ричард. Пока, мама. Пока, дорогие. Субтитры подогнал «Симон» Подтянитесь, подтянитесь. Бегите быстрее. Ну же, подтянитесь, пошевеливайтесь. Что ты там делаешь? Подними голову. Пошевеливайтесь быстрее. Вы будете бежать? Вы не укладываетесь во время. Подтянитесь. Быстрее, ребята, быстрее. Не укладываетесь во время. Посмотри-ка на этих свеженьких цыпочек. Там, откуда я приехал, таких называют цыплятками. От них текут слюнки. Арти, они малы даже для того, чтобы понять, о чем ты думаешь. Такого не бывает. Нельзя быть слишком молодым. Можно лишь стать слишком старым. Рикки, как дела? Пол, рад тебя видеть. Хорошо провел зиму? Как обычно. Это моя кузина, Анжела. Очень приятно. Она немного застенчива. И впервые уехала из дома. Я провожу ее в доме. Встретимся под холмом. Договорились. Эй, Рик! Ты еще не видел Джуди? Ну и фигура! Да? Вот увидишь. Мы с Джуди прошлым летом встречались. Вы будете жить в одном домике. Это домики для девочек. Там регистрация. За ней живет Ронни. Прямо за мишенью для стрельбы. А вот она. Джуди! Джуди! Как дела? Нормально. Похоже, я для нее уже недостаточно хорош. Иди, Анжела. Если что-нибудь понадобится, я в двенадцатом домике. Втором с краю. Кто эти парни? Мои новые знакомые. Не староваты для тебя. Ты не слышал, что девочки взрослеют раньше мальчиков? Бред, ты это знаешь. Рик, у меня нет времени на твои глупости. Прости! Дрянь. Так, девочки, быстрее разбирайте вещи, чтобы мы смогли отсюда уйти. Кстати, если кто не знает, меня зовут Мэг. М-И-Г. Это Сьюзи. Если у вас проблемы с жалобой, можно обратиться к ней. Все понятно. Чего уставилась? Хочешь меня сфотографировать? Ты, наверное, Анжела. Помните, Ронни о ней рассказывал? Похоже, у нас появилась королева. И не говори. Все тихо. Девятнадцатый отряд, дружная команда. Все тихо. Девятнадцатый отряд, дружная команда. Всегда вместе. Видите, о чем я говорила? Она даже не прикоснулась. Мэг говорит, что ты не ела с самого приезда. Это правда? Ответа не дождетесь. Она за три дня не сказала ни слова. Знаешь что, я отведу тебя на кухню, и ты выберешь то, что тебе понравится. Согласна? Отведу ее к Арте. Все будет в порядке, она просто скучает по дому. Идем, Анжела. Он будет ей потакать, этой дряни. Бен, где Арти? Арти, найдется минутка. Арти, ты ведь умеешь не только пить пиво. Конечно. В чем дело? Познакомься с нашей новой гостьей. Анжела, это Арти, наш шеф-повар. Привет, Анжела. Бен, возьми трубку. Как видишь, она не очень разговорчивая. И она не фанатка твоих блюд. Найдешь для нее что-нибудь вкусненькое? Например, мороженое. Это тебя, Мэл. Сейчас. Так ты что-нибудь найдешь? Я загляну позже. Нет проблем. Я найду то, что ей понравится. Мы найдем что-нибудь интересное в кладовой. Кто знает, что там припрятано. Где моя кузина? Ронни отвел ее на кухню. Она что-нибудь ела? А как ты думаешь? Что это с ней? Она не ест, не разговаривает, ничего не делает. Оставь ее в покое. Она просто тихая. Немного тише, если бы она была мертвой. Анжела, нашла что-нибудь по вкусу? Может, и я помогу тебе выбрать? Тебе точно ничего не нравится? Кажется, я понял, что придется тебе по вкусу. Что вы делаете? Держи рот на замке. Понял? Ты ничего не видел, ясно? Как скажете? Убирайтесь отсюда. Что случилось? Что с ними? Кажется, я их напугал. Похоже на то. Проверишь воду. Кажется, она закипела. Поскорее бы она закипела. Стоит уже полчаса, черт. Дай мне стул. Бери, старина. Надо подождать пару минут. Пойду вынесу мусор. Придешь ко мне? Когда брошу кукурузу. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Уже кипишь? Молодец. Так убить можно. Прекрати и помоги мне спуститься. Ну же. Помоги мне слезть, и я дам тебе мороженое. Эй ты, что ты делаешь? Ах ты дрянь. Когда я отсюда слезу, я оторву тебе голову. Бен, помоги. Бен, помоги. Бен, сними меня отсюда. Бен. 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 КОНЕЦ Боюсь, у меня нет достаточно сильного средства, чтобы притупить боль, которую он испытывает. Каждая клеточка его тела пылает огнем. Ваш прогноз, доктор? Он сильно обожжен, особенно лицо. А что с глазами? Еще рано судить. Боже, боль невыносимая. Бедняга сойдет с ума. Если ему повезет, вы можете не разглашать случившееся? Я не хочу расстраивать детей. Думаю, мне пора. Что дальше? Мы должны как можно быстрее отослать скорую. Зачем, если это несчастный случай? Я не хочу, чтобы об этом узнали дети и их родители. А они? Не волнуйся. Я все улажу. Мне очень жаль, что так вышло с Арти. Надеюсь, в будущем остальные будут осторожнее. Бен? Теперь шеф-поваром станешь ты. Я думаю не о себе, мистер Костик. Я не понимаю, как это могло случиться. Брось, Бен. Нам по-прежнему нужно кормить целый лагерь. Да, сэр. К тому же лишние 50 долларов в неделю тебе не помешают, верно? Да, сэр. Я всегда считал, что Арти немного неуклюж. Конечно. Остальные получат прибавку в 15. Вы очень щедрый, сэр. И еще одно, Бен. Детям незачем знать о случившемся. Ты понимаешь? Это слишком жестокое. Так что, если кто-нибудь спросит, давай скажем, что он нашел другую работу. Конечно. Как скажете? Отлично. И попроси своих друзей говорить то же самое. Можете не волноваться. Отлично. Спасибо, Бен. Я знал, что на тебя можно положиться. Не пора ли готовить ужин? Да, сэр. Мозг управляет всем. И мозг скажет, что тебе не под силу даже такое простое задание, как подняться. Нет, врешь. Замолчи, Моцарт. Сконцентрируйся. Собери все силы, чтобы выполнить это простое задание. И ты удивишься, когда тело захочет подняться, а мозг откажется. Я буду считать до трех. Сконцентрируйся, тебе понадобятся силы. Мозг управляет всем. Мозг управляет всем. Начинаю считать. Раз. Два. Три. Придурки. Неужели Моцарт попался на старую шутку с мозгом? Не Моцарт, он для этого слишком слаб. Берите перчатки, пора начинать играть. Они нас обыграют. Я поставил на вас пять баксов. Не вздумайте проиграть. Не волнуйся, Джина. Мы им покажем. Надеюсь. Пошли. Давай, Рикки, держи счет. Эй, великан! Твои приятели не хотят заключить пари, пока мы не начали играть. Что предлагаешь, умник? Доллар на человека. Мало. Лучше пять. Идет. Давай, начинаем. Хороший бросок. Давай, второй, второй. Давай, следующий, следующий. Давай, Пол. Давай. Смелее. Не подведи, покажи им. Ему повезет, если он попадет по мячу. Может, мне надо было взять кроличью лапку? Давай, давай, Пол, давай. Давай. Да, хорош. Давай. Ну, бросай домой. Бросай домой. Вот так. Есть. Хороший бросок. Ему повезло. Давай, Билл. Давай, Билл. Давай. Ничего, Джина. Мы все равно выиграем. Вот увидишь. Заткнись, Рикки. Сам заткнись. Давай, Билл, покажи им. Давай. Следи за ними. Ну, бей домой. Давай. Давай, Моцарт. Давай, проснись. Моцарт. Давай, Моцарт. Черт. Ну, давай же. Давай, Моцарт. Лови. Молодец. Молодец, Моцарт. Ты видел? Кстати, какой счет? Кажется, восемь к шести. Давай, давай, давай. Слушай, стряхни крысу с плеча. Пошел ты. Не слушай его. Давай, бей. Да, молодец, Рик. Прекрасно. Молодчина. Черт, черт. Пол, на что потратишь свой выигрыш? Не знаю. Куплю машину. А ты? Отправлюсь в круиз. Джина, в следующий раз надо устроить настоящее соревнование. Да. Может, с вами сыграют девчонки? Ничего. Мы отыграемся, правда? Отыграемся. Даю вам слово. Мы отыграемся. Нужно больше девочек. Всего пять девчонок на 15 парней. Позови Анжелу. Я слежу за ней всю неделю. Она чокнутая. Погодите, вы что, боитесь позвать Анжелу? Я думаю, будет забавно, если Анжела пойдет с нами. Ладно, ты ее и зови. Я бы позвал. Но это не моя идея. Когда-то я крал идеи у друзей. Конечно, если вам не страшно. Ладно, ладно, я позову. Кто знает, может, мы однажды поженимся. Классный бросок. Анжела, мы хотим пойти на озеро. Немного поплавать. И хотим узнать, не хочешь ли ты к нам присоединиться? Пропусти профессионала. Слушай, Анжела. Давай сходим сегодня, прогуляемся. Поговорим. Ну, в чем дело? Ты что, немая? Я же сказал, она чокнутая. Анжела чокнутая, правда, Анжела? Ты ведь ненормальная. Анжела, посмотри. Никого не напоминает? Анжела, почему ты свихнулась? В чем проблема? Слушайте, придурки, оставьте ее в покое. Да? И что ж ты сделаешь, тупица? Придурки, я вас убью! Со своей-то армией! Хватит, пошли. Придурки! Следи за словами. Тут Мел. Мне плевать. Думаю, нам лучше уйти, пока твой язык не наделал бед. Ты цел? Да. Кажется. Не волнуйся, Рик. Они заплатят. Все, пошли. Привет. Я Пол. Помнишь? Мы познакомились, когда ты приехала. Я все знаю. Рикки мне рассказал. Мне очень жаль, что с твоей семьей случилось такое. Мы с Рикки давно дружим. Уже три года лучшие друзья. В прошлом году мы повесили вместо флага трусы. Так что... В общем, прости. Кстати, нас поймали. Что скажешь? Клоун. А в прошлом году мы заперли Донни Венштейна. В его домике. Без одежды. Можешь себе представить. Девятнадцатый отряд. Отбой. Прощайтесь и расходитесь. Мне пора. Спокойной ночи, Анжела. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну же, девочки. Вода ночи очень теплая. Что скажете? Не знаю, Билли. Это очень просто, верно? Может, начнете без нас? Ну и ладно. Вы не умеете развлекаться. Пошли, ребята. Я не смеюсь. Не смейся. Кто-нибудь хочет покататься на каноэ? Без глупых шуток. Обещаю. Бетси, хочешь? Нет, не думаю. Скоро придет Лесли. Может, предложишь ей? Лесли придет? Конечно. Конечно, Кенни. Удачной прогулки. Мне не нравится то, как он это сказал. Ты что-то задумал? Успокойся. Мне ты можешь доверять. А Майк все время прикалывается. Вода очень теплая. Лучше вынь руку из воды. По ночам просыпаются водяные змеи и хищные черепахи. Как же. Правда? Если упадешь в воду, тебя съедят заживо. Прекрати раскачивать лодку. Ты что, боишься каких-то змей и черепах? Кенни, прекрати. Если упадешь в воду, тебя больше никогда не увидят. Придурок. Вижу водяную змею. Лесли. 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 Эй. Эй, ты. Ты. Придурки. Лесли. Видела водяных змей? Эй, Баба, Ри Баб. Эй, Эй, Баба, Ри Баб. А ты что тут делаешь? Думаю, ребята будут тебе рады. Кенни, ты их всех напугал. Узнаю, Кенни. Не умеют останавливаться. Лучше разбежаться, пока их не поймал Ронни. И они не рассказали, что мы здесь. Ты что, боишься, что тебя поймают? Придурок. Кенни, пошли. Мы уходим. К черту его. Опять умничает. Поговорим с ним потом. Опять намусорили. Думают, мне больше нечем заняться. Эти придурки меня бесят. Как это сюда попало? Убери это. Убери то. Почисть здесь. Почисть там. Конечно, Мел. Почему Мел никогда сам ничего не убирает? Сукин сын. Насколько я могу судить, мальчик утонул. Но для полной уверенности нужно дождаться результата вскрытия. Конечно, утонул. Он дурачился. Кануэ перевернулась, он ударился головой. Не думаю, когда я его осматривал, синяков и ссадин не было. Хотя я по этой части не спец. Это несчастный случай. Наверное, мальчик испугался и запаниковал. Логичное объяснение. Мы никак не могли предусмотреть такой несчастный случай. Никто не виноват. Не знаю, Мел. Это несчастный случай. Полицейские считают так же. Я сказал, что нужно дождаться результата вскрытия. Да. Вы сообщите, как будут новости. Не сомневайтесь. А теперь, простите, мне нужно сообщить неприятную новость его родителям. Спасибо за помощь. Похоже, он никого не желает слушать. Он боится дурной славы. Еще бы. Вы ничего не хотите сказать, пока его нет рядом? Не знаю. Я подумал, этот мальчик отлично плавал. Боже. Надеюсь, вы ошибаетесь. Я тоже надеюсь. Все, расходитесь. Займитесь своими делами. Девять, шесть. Десять, шесть. Привет, Анжела. Как дела? Хорошо. А у тебя? Бывало и получше. Твой кузен обыграл меня в теннис. Я хотел спросить. Ты пойдешь вечером в клуб? Я думала, приходите обязательно. Да, я имел в виду со мной. Что скажешь? Пойдешь? Хорошо. Отлично. Почему Анжела весь день болтает с парнями, когда мы должны играть в волейбол? Она что, особенная? Это несправедливо. Разве ты не должен быть в другом месте? Я ухожу. Пока, Анжела. Пока. Слушай, Анжела, если не хочешь принимать участие в играх, сиди и ничего не делай. В том числе не болтай с парнями. Ты тут не Примадонна. Понятно? Подумаешь, поговорила с мальчиком. Давайте доиграем и пойдем обедать. Давайте. Ты точно не хочешь играть? Я уверена. Точно. Может быть, тебе нравится что-то другое? Может быть, хочешь покататься на лодке? Нет. Я буду смотреть. 12-7. Можно я тебя провожу? Можно. Что ты делаешь? Прекрати так себя вести. Помнишь, как хорошо нам было прошлым летом? Что скажешь? Можно я тебя провожу? Не сегодня, Рикки. Куда мы идем? Хочу тебе кое-что показать. Надеюсь, ты за это на меня не злишься. Я не злюсь, но мне пора. А еще один? Поцелуй на прощание. Мне пора. Спокойной ночи, Анжела. Спокойной ночи. Привет, Паул. Привет. Вы с Анжелой стали очень дружны. И что? Не знала, что она в твоем вкусе. Понимаешь? Мне пора. Я так здорово провел вечер. Тише. Разбудишь Моцарта. Что вы делаете? Сейчас увидишь. Давай, Барри. Только не разбуди его. Что, Моцарт, решил бобриться? Негодяй, я убью вас. Всех по-одиночке. Ты что, издеваешься? Совсем спятил? Отдай это. Получишь в конце лета, если будешь хорошо себя вести. Брась Джина. Он просто пошутил. Не придирайся. Да. Не придирайся. Может, мне спросить Ронни, что с ним сделать? Подойдешь в конце лета. Ладно. Теперь все по кровати. Тебе это тоже касается. Узнаешь? Рикки. Нет. Берт Рейнольдс. Теплее. Сдаюсь. Сюрприз. Кто ты? Так, так. Влюбленные птички. Займи своими делами. Простите. Иногда она просто невыносима. Кажется, сюда идет страшнейшая ведьма Запада. Лучше вернусь в воду. Пока, Анжела. Не хочешь искупаться, Анжела? В чем дело? Не любишь плавать? Или не умеешь? Анжела, я с тобой говорю. Ты пойдешь купаться или нет? Анжела, я жду ответа. Да или нет? Анжела, отвечай. Отвечай, черт возьми, отвечай. В чем дело? Дрянь, не желает отвечать. Все в порядке, Анжела? Мэг, после купания зайди ко мне. А сейчас вернись на свое место. Девочки, Мы забыли поблагодарить Анжелу за неприятности, Мэг. Я ничего не делала. Ты никогда ничего не делаешь. Дай мне это. Эй, Анжела, а почему ты никогда не принимаешь душ с остальными? Ты что-то скрываешь. Я знаю, что. У тебя нет волос на лапке. Могу поспорить. И еще у тебя нет даже месячных. Хватит, Джуди. Анжела имеет право принимать душ в любое время, когда захочет. Да. Она принимает душ, когда никто не видит, что у нее внизу ничего нет. Джуди, мечта плотника, плоская, как доска и нуждается в стружке. Довольно. Катись к черту. Я пойду к кузыну. вернусь к кужину. Давай. Попал. Придурки, вы за это заплатите. Недоумки. Клоуны. Вы заплатите. Чем дело? Спускайтесь. Анжела. Спускайтесь оттуда. Я жду. Я надеру вам задницы. Недоумки. Обещаю вам. Тихо. Придурки, я вас убью. Прекрати. Я убью вас. Прекрати. А вы сейчас же спускайтесь. Они все время лезут к моей кузине. Вранье. Хватит. Я все видел. Вы понимаете, как это опасно? Вы же могли выбить ей глаз. Я расскажу об этом Ронни. И целую неделю не будет никаких сладостей. И тебе тоже. За сквернословие. Что? А если услышу такое еще раз, отправлю вас всех по домам. И не думайте, что я шучу. Обещаю вам это. Идите ужинать. Как ты, Анжела? Она в порядке. Переоденься, пока не простудилась. И иди ужинать. Какие планы на сегодня? Играем против вожатых. Пойдешь с нами? Конечно. Только облегчусь. Увидимся на поле, ладно? Ладно. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Кто это? Опять шутим. Это ты, Бенжи? Господи. Даже в туалет нельзя зайти. Что ты делаешь? Убери это отсюда. Убери. Что ты делаешь? Убери это. Убери это. Убери это. Кто-нибудь, помогите. Помогите. Помогите мне. Помогите. Помогите мне. Кто-нибудь. Все. Это конец. Я разорен. Сколько их осталось? Около 25. Можно собирать вещи и закрывать лагерь. Больше никто не отправит сюда детей. Может, подождем, пока лето кончится. Завтра я переселю детей в два домика. Незачем держать их порознь. Да. Зачем облегчать жизнь убийцы? Не говори так. Мы ничего не знаем наверняка. Я знаю. Я понял, когда увидел ненависть в его глазах. Но ничего не сделал. Я остановлю его. За то, что он со мной сделал. Остановлю. Успокойся. Слышишь, Мэл? Ты испятил. Возможно. Возможно. Может, мне это только показалось. Возможно. 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 Продолжение следует... Я тебя напугал? Я думала, это убийца. Брось. Неужели ты веришь в этот бред? А что же тогда случилось с Билли? Кто-то хотел его разыграть, и произошел несчастный случай. Пойдем отсюда, пока нас не поймали. Или не убили. Куда мы идем? К озеру. Ну, погоди. Сейчас я тебя поймаю. Нет, не надо. Анжела, я же ничего не делаю. КОНЕЦ Нет. Анжела! Анжела! Прошу внимания. В последнее время мы играли в обычные игры, и они вам надоели. Поэтому сегодня мы попробуем нечто новое. Как в игре в войну. Вы разделитесь на две группы, и вашей целью будет захватить флаг. Если вы не знаете правил, Джин вам объяснит. Ну что, гангстеры, слушайте, вам это понравится. В зависимости от команды у вас будут белые или синие нашивки. Синим надо захватить белый флаг, а белым — синий. Пока все просто. Чтобы захватить флаг, вам придется пробраться на вражескую территорию и похитить флаг, не лишивший своих нашивок. Тот, кто первым захватит флаг, победит. Вот и все. Не понимаю, почему ты так вчера расстроился? Я не делал ничего плохого. Правда же? Прости, Пол, я была не готова. Я понимаю. Не надо. Да что с тобой? Мне пора. Анжела! Анжела! Пусть катится! Не понимаю, что ты с ней возишься? Она слишком маленькая. Да что ты знаешь? Многое. Многое. Анжела, ты должна мне помочь. Я придумал, как захватить их флаг. Мы пройдем через лес и обойдем их с тыла. Ты побежишь в одну сторону, а я в другую, и мы победим. Я не хочу играть, Рикки. Пожалуйста. Помоги мне. Один я не справлюсь. Пожалуйста. Когда мы получим флаг, игра закончится, и тебе больше не придется играть. Хорошо? Ладно, что нужно делать? Иди за мной. Флаг будет за этими деревьями. Ты зайдешь отсюда. Я пойду вокруг и нападу с другой стороны. Они не смогут поймать нас обоих. Как я узнаю, что пора нападать? Хороший вопрос. Знаешь что, подожди пять минут, а когда я увижу, что за тобой гонятся, я похищу флаг. Надеюсь, это сработает. Вот увидишь, сработает. Ну же, нас никто не видит. Когда же ты расслабишься? Тебе ведь понравилось, верно? Думаю, да. Анжела! Анжела! Ты куда? Джуди, ты редкая дрянь. Катись к черту. Ты просто ревнуешь. Можно я присяду здесь? Анжела, я хочу попросить у тебя прощения. Правда? Я не знаю, как это получилось. Она не оставляла меня в покое. Анжела, пожалуйста. Дай мне еще один шанс. Дай мне еще один шанс. Пожалуйста. Прошу тебя. И снова вместе? Анжела, ты само прощение. Учитывая, что он называет тебя жеманной. Ты ведь это говорил? Да, Пол? Мне пора. Не переживай, Анжела. Он тебе подходит. Хочешь немного поплавать? Давай окунем твое прекрасное тельце в воду. Привет, Рикки. Привет, мам. У нас так и не было шанса поговорить. Как тебе это лето? Думаю, ничего. Просто ничего. Было бы лучше быть здесь побольше детей. Трудно набрать команду для игр. Да. Жаль, что многие уехали. Ну, что скажешь? Пойдем купаться? В чем дело? Ты боишься? Скажи. Скажи что-нибудь, избалованная дрянь. В чем дело? Моя подруга Анжела не хочет идти в воду. Не хочет. Думаю, это можно исправить. Нет, прекрати. Отпусти меня. Пожалуйста, не надо. Не бросай меня. Не бросай меня в воду, пожалуйста. Отпусти меня. Помогите. Помогите. Все это дурная слава. Не представляю, как мне спасти лагерь. Анжела, я с тобой говорю. Что вы делаете? Каждый раз, когда у нее неприятности, ты бежишь на помощь и со всеми разбираешься. Что ты сделаешь сейчас? Утопишь их? Или что-нибудь похуже? О чем вы говорите? Отпустите меня. Я тебя видел в клубе, в воде. Это ты их убил. Прекрати. Отпустите меня. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня в воду. Ты убил их, чтобы уничтожить меня, да? Господи, Мелл! Что ты делаешь? Анжела! Помогите. Бедняжка. Мэг, ты ненормальная. Придурки! Изберги! Отстаньте! Успокойся, Анжела. Все хорошо. Все будет хорошо. Это не сойдет им с рук. Правда. Я обещаю. Единственное, что запланировано на вечер, вечеринка в клубе. Все, кто на дежурстве, в девять начинают собирать детей, кроме Эдди, у которого большие и интересные планы. Выходной. Даже лучше. Сегодня доведешь своих подопечных в поход на озеро. Костры, сон под звездами, яичница с ветчиной на завтрак. Жду, не дождусь. Все остальные на дежурстве, кроме сейчас Джерри и Мэг. Вопросы? Отлично. В чем дело? Никто не хочет поменяться. Прости. Приятного вечера. Где бы вы ни были. Тебе повезло. И не говори. Отдых мне не помешает. Как и всем остальным. Я скоро подойду, ладно? Привет, у меня выходной. Поздравляю. Я подумала... Помнишь, ты приглашал меня на ужин? К себе. Да. В девять, в половине десятого. Договорились. До встречи. Чему так радуешься? У меня свидание. Да? С кем? Это тайна. Полагаю, вы меня не пропустите. Понятно. Понятно. Джуд! В соседнем домике есть вода? Думаю, да. Отлично. Увидимся позже. Надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, ребята, устраивайтесь, а я соберу дрова для костра. Можно я с тобой? Ты что, моя тень? Ну ладно, пошли. Привет. Не знаешь, где Рики? Остался в домике. Он плохо себя чувствует. Сказал, что не пойдет ужинать, но, может, придет попозже. Анжела, я очень жалею о своем поступке. Я знаю, что поступил плохо. Ты меня простишь? Пожалуйста. Я сказал это не всерьез. Я просто был расстроен. Клянусь. Правда. Простите, дети. Правда, они подходят друг к другу? Ненавижу ее. Слушай, Анжела, мне очень стыдно. Правда. Ты простишь меня. Пожалуйста. Жди меня после клуба у озера. Я приду. Эдди. Эдди. Я замерз. Эдди. Чего ты хочешь? Хочу назад. Мне холодно. И не думай. Эдди. Пожалуйста. Я хочу вернуться. Я тоже. От вас всегда одни проблемы. Ну, пожалуйста. Ладно. Пошли к машине. Да. Я неaldo. Я не могу. Пошли к машине. Пошли к машине. Пошли к машине. Пошли к машине. Сузи, ты не видела Мэг? У нее выходной. Знаю, мы должны были встретиться час назад. Ты смотрел в домике? Еще нет. Если увидишь ее, скажи, что я ее ищу. Почему ты так скверно целуешься? Прости. Быстро, под кровать. Привет, Мэл. Привет. В клуб не пошла? Я устала, решила лечь пораньше. Я ищу Мэг. Ты ее не видела? В последний раз я ее видела, когда она шла в соседний домик принимать душ. Когда? После ужина. Спасибо. И не читай в темноте. Глаза испортишь. Знаешь, я пойду. Что? Ты только что пришел. Знаю, но я боюсь, что нас поймают. Не неси чушь. Ты же знаешь, он не вернется. Кто знает. Увидимся завтра. И не надейся. Трус. Мэг? Ты здесь? Боже. Мэг. Это он. Я мог убить его. И отпустил. Прости меня. Пожалуйста, прости. Я его остановлю. Я должен его остановить. Он заплатит мне, Мэг. Больше он не уйдет. Мэг. Мэг. Это ты? Кто это? Кто это? Кто бы ты ни был, не включай свет, иначе нас отправят в клуб. Это ты. Что тебе нужно? Ну? 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 Кто это? Кто это? Кто это? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хочу поесть Нет, вечеринка закончена. Возвращайся к себе Перестань. Я не ходил ужинать, потому что от той еды мне плохо. Дай мне что-нибудь перехватить Нужен был паршивый. Только быстрее. Спасибо, Джефф. Алло, говори. Что? Боже, нет. Трое? Я их сейчас соберу. Прямо сейчас. Не могу поверить. Попался чудовище. Теперь моя очередь. Отпустите меня! Отпустите! Я убью тебя! За то, что ты сделал Смэг! О чем вы говорите? Я ничего не делал! Прекратите! Я ничего не делал! Я не делал ничего! Перестаньте! Лжош! 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 Мэри, найди всех детей и собери у моего домика. Я поищу с той стороны. А что случилось? Быстрее! Мэри, найди всех детей и собери у моего домика. Я убил его, Мэг. Как обещал, я его убил. Убил. Погоди. Мне нужно бежать. Это не можешь быть ты. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Я всех собрал. Хорошо. Проследите, чтобы никто из детей не выходил на улицу. Не хватает Анжелы и Джуди. О, нет. Что случилось? Тут бродит убийца. Проследите, чтобы никто из детей не выходил на улицу. Пол и Рик еще не вернулись. Мы должны их найти. Разбейтесь на пары. Смотрите везде, где можно. Даже в пустых домиках. Подожди минутку. Идем. Я думал, ты уже не придешь. Пошли купаться. Сейчас. А одежда? Снимем ее. Здорово. 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 Снимем ее. Здорово. Здорово. Одного нашел. Рики. Он жив. Мэг, это ужасно. Это ужасно. Мэг, это ужасно. Мэг, это ужасно. Что? Прислушайся. Похоже, кто-то поет. Черт, это там. Это Анжела. Анжела, ты цела? Анжела, с тобой все в порядке? Анжела, ты меня слышишь? Тебе понравится жить с нами. Да, я знаю. Я уже накупила для тебя столько замечательной одежды. Надеюсь, Рики не будет ревновать, потому что я ничего не купила ему. Но он хороший, я уверен, он поймет. Знаешь, я всегда мечтала о маленькой девочке. Но потом умер мой муж. Что ж, я всегда говорю, жизнь как вода под мостом. Вода под мостом. Но какой будет сюрприз, когда Рики вернется домой и увидит маленькую девочку. Я всегда мечтала о такой маленькой девочке, как ты. У нас уже есть мальчик. Второй мальчик был бы не кстати. Нет, конечно нет. Маленькая девочка гораздо лучше. Ты согласна, Анжела? Анжела. Такое красивое имя. Кажется, оно означает ангел. Да, я уверена. Думаю, оно тебе понравится. Да, Питер. Как такое возможно? Боже, это мальчик. Боже, это мальчик. Да, я уверен. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...